Всем привет! Продолжаем серию видео по созданию приложения Телефонная книга с помощью веб-фреймворка Django. В прошлом видео мы закончили на том, что создали Create View, в котором отображается форма для создания новой записи нашу телефонную книжку. В этом видео мы создадим вьюшку, которая отрисовывает список, имеющийся в базе данных, телефонных номеров и контактов. Располагаться эта вьюха будет на главной странице. Доступна по ссылке All. Ну что, приступим. Список телефонов будет отображаться на главной странице. На главной странице сейчас имеется HTML для панели навигации с кнопками All и Add. Ну и, соответственно, ниже нашего навбара будет размещаться наш список. Вот здесь заканчивается навигационный блок. Список будем размещать в элементе Bootstrap под названием Карточка. Вот я здесь заготовил карт. Так они выглядят с картинкой, без... Ну, то есть это такой удобный блочный элемент, в котором можно отображать различный контент. Давайте начнем. Создадим карточку. Сначала заготовку для карточки. Посмотрим, как это выглядит. Субтитры сделал DimaTorzok Ну и теперь посмотрим, как выглядит наша карточка в нашем приложении. Под заготовка. То есть здесь заголовок карточки. Под заголовок. И вот здесь пойдет список наших телефонов. Для отображения главной страницы мы используем Class Based View, основанную на Template View. Такая View умеет отображать только HTML-страничку по шаблону, что, собственно, здесь и реализовано. В нашем случае необходимо иметь в контексте записи из телефонной книги, то есть контакты и их номера. Ничего такого здесь нет. Чтобы они появились, нужно переопределить метод Template View GetContextData. Переопределяем метод. GetContextData. Есть заготовленный сниппет. Он нам подходит. Сначала обращаемся к родительскому методу GetContextData и получаем контекст в том виде, как он запрограммирован разработчиками Django. То есть не будем вмешиваться. И добавим еще один ключ в наш контекст. Персенс, ну либо контакт, как угодно. И здесь будут как раз располагаться, это будет список наших записей в телефонной книжке. И представлять он будет из себя QuerySet со всеми контактами из базы данных. Делаем выборку всех объектов из таблички Person. И помещаем в контекст под ключом Persons. Можно проверить, что они появились в нашем контексте и доступны для отображения. Вот, пожалуйста, появился QuerySet с контактами. Контакты из нашей записной книжки будем отображать в списке. И поместим это все в табличку из Bootstrap. Вот у нас здесь представлены различные варианты табличек. Ну, то есть выберем, кому какая больше нравится и разместим наши записи в ней. Для этого нужно по QuerySet пройтись циклом. Убираем нашу проверочную запись и создаем цикл. Продолжение следует... Продолжение следует... Так, таким образом создали заготовку таблицы. Табличка взята из обыкновенной таблицы из Bootstrap. Таблица, заголовок таблицы, тело таблицы и наши строчки. Каждая строка таблицы отрисовывается в цикле. Синтаксис Django Template. Который бежит по QuerySet по записям. Из нашей телефонной книжки, которую мы подкинули в контекст... Так, только не с Access URL. А, нет, все правильно. Вот контекст дата, который мы подкинули в контекст... Наших записей телефонной книжки. И здесь бежим по ним в цикле. И на каждом обороте цикла отрисовываем одну строчку. Так, в каждом обороте цикла, внутри его тела, нам доступен один объект Person из QuerySet, то есть из списка контактов нашей телефонной книжки. Раз это объект, нам доступны его атрибуты, можно их здесь отобразить. Значит, первая запись это будет ID. Pk можно взять, можно ID. Django понимает и то, и другое. Вторая колонка, это у нас имя нашего человека из записной книжки. Третья строчка, это телефоны. По телефонам поговорим немножко отдельно. Пока оставим текстовую запись, чтобы посмотреть, что в целом наша концепция работает. И вот эта там колонка будет задействована для каких-нибудь действий. В моем случае это кнопка для удаления записи. Пока тоже такой placeholder поместим, чтобы было видно, что в целом на данном этапе у нас все работает. Возвращаемся к нашему приложению, нажимаем кнопку обновить и видим, что у нас есть одна запись. ID у нее 6. Имя у него New Contact. Здесь будут телефоны и здесь будет кнопка Delete. Давайте попробуем добавить еще один. Вот, пожалуйста, наша новая запись появилась в списке. Осталось реализовать отображение телефонов, которые соответствуют этому контакту. Есть множество способов того, как можно сгенерировать строчку телефонов. Скажу, что я имею в виду. Хотелось бы здесь как-то получать автоматически для каждой записи в телефонной книжке список его телефонов. Вот в таком виде. Все, что относится к нему, отображать вот в таком виде. Значит, способов реализовать это множество. Можно прямо в шаблоне, можно во вьюхе. Вот здесь выполнить преобразование в контексте и как-то подбросить их туда. Проблема заключается в том, что нужно следить, чтобы не было запятой в конце. И как-то подойти более универсально к тому, чтобы преобразовывать связанные телефонные номера с контактом в списке через запятую. Один из возможных и, по моему мнению, самых простых способов это создать метод в модели Person. То есть, у нас есть человек, запись телефонной книжки, модель. Можно создать метод, который будет преобразовывать его телефоны в строковое представление. Ну, давайте сделаем. Определим метод. Назовем его Вот таким способом назовем. Значит, параметр self. Тот объект, к которому будет привязан этот метод. И необходимо вернуть... Собственно, что необходимо вернуть? Необходимо вернуть список встроенного функционала в Python List Comprehension. Можем его сконструировать. Это будет такая штука. Конкретный номер телефона для объекта. Номер телефона, который получается при прохождении в цикле self. Это наш объект, клиент, контакт, у которого берем все его телефоны. Вот так. То есть, делаем List Comprehension. Берем все записи телефонных номеров, относящиеся к данному конкретному объекту. А этот объект, это запись телефонной книжки, наш контакт. То есть, берем все телефоны контакта. Бежим по ним в цикле. На каждой итерации цикла получаем из этого объекта его строковое представление. Вот эту штуку. Чарфилд. И делаем из этого всего список. То есть, список мы получили, но нам нужна строка. Нам не нужен объект типа список. Нам нужен объект типа строка. То есть, преобразовать наш список в строку. Делается это легко с помощью утилитки join. Join. И надо сказать, какой символ будет склеивать все эти записи в списке. Ничто иное, как запятая пробел. То есть, вот таким способом, одним движением, выбираем все записи, относящиеся к данному контакту, все его телефоны. С помощью list comprehension делаем из них список. И склеиваем этот список join с помощью объединителя, запятая пробел в строку. Помещаем все это в метод, который будет доступен везде в нашем приложении. Например, в том числе и в контексте. То есть, в этом месте нам нужно вызвать этот метод этого объекта. Напоминаю, что на языке шаблонизатора Django скобки не нужны. То есть, метод будет вызван автоматически. Ну что, проверим, как это работает. Оп, отлично. Получили то, что надо, списки телефонных номеров, привязанных к нашему контакту. Осталась совсем уж простая задачка. Реализовать кнопку delete для каждого объекта. Начнем с того, что визуально поместим наш шаблон кнопку. То есть, отрисуем кнопку. Посмотрим, что она появилась. Вот у нас здесь место заготовленное для кнопки delete. Опять-таки, воспользуемся шаблоном, фреймворком Bootstrap. Возьмем отрисовку кнопки оттуда. Саму кнопку реализуем в виде ссылки. Таргет пока оставим пустым. Чтобы кнопка выглядела красиво, необходимо навесить на нее класс в соответствии с фреймворком Bootstrap. А именно, btm, sm, small, маленькая кнопка. И цвет ее, danger. Это красная кнопка и текст. Смотрим, что получилось. Отлично. Красивая красненькая кнопочка. Можно нажимать. При этом, пока никаких действий не происходит. Для того, чтобы наша кнопка delete заработала, нам нужен обработчик, который будет обрабатывать запрос на удаление объекта. Это не что иное, как delete view. К create view необходимо импортировать соответствующий класс base view и традиционно создать view на следующий функционал от delete view. Так, для того, чтобы delete view работал, ему нужно указать модель, из которой будет происходить удаление объектов. Конечно же, это person. И шаблон. template name. Воспользуемся отсюда заготовкой. delete person. Собственно, все. Почти все. И нужен параметр success url. То есть, нужно указать, куда перенаправить пользователя после того, как действие успешно совершилось. После того, как объект был удален, куда перенаправить пользователя. То же самое, что и происходит в create view. Воспользуемся тем же самым. Success url. то есть, будем перенаправлять пользователя на домашнюю страничку. То есть, там, где у нас отображение всех телефонов. Так. Осталось реализовать шаблончик. Воспользуемся в качестве заготовки шаблоном, в котором мы добавляли пользователя. По сути, он такой же. По сути, он такой же. Единая задача, delete view шаблона delete person это показать форму в которой будет одна единственная кнопка submit которая вызовет пост запрос в нашу delete view то есть задача этого шаблончика для того чтобы была возможность методом пост обратиться в delete view именно в тот момент когда мы обращаемся в эту view методом пост происходит удаление нашего объекта когда мы обращаемся туда методом get то есть заходим по ссылке мы как раз и видим вот эту формочку так форма готова теперь нужен delete view готов шаблон готов теперь нужен url который будет направлять обрабатывать наши запросы связывать url с обработчиком delete для того чтобы удалить какой-то один объект из базы данных нужно знать какой объект мы хотим удалить то есть как-то идентифицировать его самый простой способ идентифицировать его по айди пики говорим что у нас в url нашим после слова delete будет находиться интеджер тип данных интеджер то есть 1 2 3 4 5 и если мы его там найдем мы присвоим ему имя пики и именем пики он в качестве параметров полетит в обработчик и обработчик поймет какой именно объект мы хотим удалить даем ему имя делит так вроде все теперь можно сформировать нормальную ссылку в нашем шаблоне домашней страничке здесь у нас пока просто стоит решетка как заменитель теперь можно подставить тег url говорим ему что обращаться будем по имени делит и надо в качестве параметра указать тот объект айди объекта который мы хотим удалить в нашем случае это будет person пики то есть таким образом мы реверсом обратным ходом получаем ссылку нашу обращаемся по имени делит и закидываем дополнительный параметр пики ну давайте проверим как это работает ошибка не выскочила наводим на кнопку делит видим что в левом нижнем углу вот здесь вот формируется правильная ссылка делит и айди объекта 6 тут 7 то есть логика отработала правильно реверс отработал можно нажать на кнопку и убедиться что функционал работает нас встретила форма которая спрашивает нас уверены мы в том что хотим удалить контакт жмем кнопку делит и нас перебрасывает на главную страницу и мы уже не видим того объекта который мы удалили таким образом делит view реализован единственное что я наверно подкрашу кнопочку в форме вот здесь это будет не success а деньги чтобы она была красненькая давайте еще раз ул делит все кнопка красненькая делит new контакту также можно подписать какой конкретно контакт мы хотим удалить делит view подкидывает нам в контекст тот объект который собираемся удалить будет он доступен со стандартным именем object с этим именем его делит view закидывает нам контекст и name значит объект таким именем ну как то так проверяем вот наш петров его вот вот удалят если мы уверены можно нажать кнопку делит и у нас не будет ни одной записи на этом все и в следующем последнем видео этой серии по созданию приложения на с использованием джанга фреймбург реализуем функционал поиска здесь будут две формочки по которым можно будет из длиннющего списка наших контактов искать контакты по имени либо по имени по телефону на этом все подписывайтесь на канал ставьте лайки увидимся и и и и и и